Вот почему нужна идея, для чего жить и к чему стремиться. Ее сейчас, по сути, не существует. Вся идея свалить со страны. Что получится далее? Развал и обнищание. Да, все к тому идет. Сирийка из развалин государства, приехавшая к нам, не понимает, как страна с, по сути, нищим населением показывает силу всему миру. Да нигде, кроме нас, столько нищих нет. Ну, кроме десятка стран полного отстоя. Но мы же крутые. Мы всем трещим, что нефти, газы и металла у нас завались. А по сути-то нет. Интернет же есть. И посмотрите, что по нефти и по газу, что по металлу мы совсем и далеко не первые. А наши мегастройки финансируем мы, обиженные, недостойные пенсии человеки. Ибо, как сказать, наши олигархи, ну, не первые места, но занимают. И богатеют день ото дня. Клевая жизнь идет. Просто изюм. Просто что дальше? Но есть партия, которую Ельцин решил запретить. Которая Ельцин надвинула на вторую попытку. Которая сейчас работает для народа. И особенно это хорошо после чудовищной пенсионной реформы. Люди этой партии идут во власть. Они работают для униженных человеков. Это КПРФ. И главное, что идея проста. Развернуть все к истокам. Ибо не влазя в долг, коммунизм дает возможность получить лучшую медицину. Бесплатное и полное образование. Бесплатное жилье. Правильную зарплату для всех. Четкие стремления и действия. Лучшая армия. А что, мы этого не желаем? Желаем. Да еще как. Но давайте определимся с тем, что для коммунизма нужно. Нужны вы, наши будущие, которые четко понимают, как жить. Причем, понятие это необходимо с детства. Быть честным, ответственным. Работать и получать удовольствие. А это сделать можно. Кроме всего, оптимальный результат. Вы должны слушать тех, кто вас старше. Уж поверьте, люди с опытом, знаниями своими поделятся легко. Если в Советском Союзе было 44 миллиона комсомольцев, вы можете сделать для себя вывод, что это не так уж много. Причем, из этого 31 миллиона, родившихся в Советском Союзе, это в возрасте от 29 до 34 лет, 15 миллионов. А вот родившихся в наше время, так называемого позднего Ельцина, раннего Путина, таковых всего от 14 до 20 лет в 4 миллиончиками. То есть не очень-то молодые люди в это веселое время появлялись на белый свет. Ну и естественно, можете рассчитать, что в возрасте от 20 до 29 где-то 11 миллионов. Молодежь оказалась в очень непростых условиях. Те, которые живут с папами и мамами, и семьи более-менее благополучные, то есть не нуждающиеся, не голодающие, те, молодые люди находятся под определенной защитой. А вот те, кто, так сказать, живет на копейке и, так сказать, испытывает материальные трудности, те понимают, что нынешняя жизнь вовсе не такая сладкая, какой ее показывают по телевизору. Так, 100 лет в ЛКСМ. Да это правильно, что он живет. Мало, конечно, нас, но социальная составляющая есть. Поверьте, коммунизм, как бы его ни обсирали, рулит и будет это делать. Вот вам пример. Белоруссия, а лучший Китай, лучшая медицина на Кубе, лучший отдых во Вьетнаме. Мы это можем вернуть, сдвинув то, что никоим образом не дает нам жить. И реально не по-детски давит нас. Скоро выборы в Думу, скоро выборы в местную власть. Работая для вас, работая с вами, мы покажем результат. Нам экопарки не нужны, нам зарплата нужна. Нас достала коррупция в нашем городе, да и в стране, естественно. Мы хотим есть не обсосанные антибиотиками продукты. Мы хотим жить в конце концов. Вы нам внедряете пенсию, постоянно обкрадывая нас с увеличением ЖКХ, увеличением бензина и газа. Это реально достало. Возможность сделать лучшее есть. Надо менять власть. Мы это сделать можем. Продолжение следует...